всем привет сегодня немножко опять про логан расскажу короче опять ремонтом логана занимаюсь заднюю часть сделал задние эти ну колеса так сказать колодки там да чё получается что я тут немного поездил передок тут делал когда потом тут немножко поездил покатался чё-то раз тормозить стал когда тормозишь из где-то шашка нож коря боится я чё-то шушит где-то что-то как сзади вроде бы а я колодки эти ну задние их ни разу не менял еще это когда вот я купил машину это был пробег 130 где-то там примерно я их разбирал смотрел там ну нормальные такие были чем можно было ездить а цилиндрики менял тормозные оба с обеих сторон и чё там на остальное целое было и вот сейчас шип уж ну шкаря боится что-то не понял он что такое думаю это разберу посмотрю накладки думал что ли все испортились уже стерлись все ну разобрал короче блин колодки нормальные все таки как бы но еще не совсем нормальные но такие еще ездить можно было принципе конечно чешка рябалась видимо может попала что-то камень какой-то или чё там там эти внутри какая-то такая грязь на чё от колодок всякая фигня к этому счет попала хрен знает и потом заодно то давать ковыряться там пришлось цилиндрики поменять колодки заодно уже тонковатые были трос ручника там два тросика левой и правой зайдем посмотрим что-то покажу запчасти так вот колодки задние это как получается они еще не бошевский есть какая-то бошевская система это как другая реновская что века это не знаю и там разновидности еще этих накладок колодок этих миллион штук магазине покупал там какие-то три разных разновидности какие-то вот такие потом бошевская система по-другому там вот так сказать вот нету штырька вот это там как-то по другому немного сделано и какие-то еще были большего диаметра какие-то здоровые какие-то я не знаю муж но бросавушки там или хрен цилиндрики тоже миллион разновидностей типа ведь принеси с собой цилиндрик вообще чтобы посмотреть такой чтобы сверить вот эти вот отверстия разные ширина вот это вот есть больше меньше там потом что-то еще а есть есть с одним болтиком алюминиевые такие цилиндрики подадим болтик и диаметр внутренний поршней разные какие-то больше есть меньше этот 17 половиной что вот это у него есть какие-то 19 вроде бы тоже короче запчасти миллион от разновидностей запчастей еще это как будто сложно найти запчасти это вот колодки новые были коробка не знают какие ничего там вот было написано citroen даже нечего не знаю поставил вроде так нечего стоят пока посмотрим как ты будет тоненькая с одной стороны вот тут тонко тут ну тут тоже тонко какие-то главное вот это что ли вот это колодкой вот это какие-то тонкие чересчур а вот эти потолще немножко а видимо у меня один ручник один тросик левый он заклинил они правый наоборот получается да вот этот рычаг еще заедал на одной на левой стороне работал сейчас да да вот взять левая сторона рычажок вот это заедал из-за этого наручник когда ставишь я вот когда она разбирал то наручник ставишь потом отпускаешь и колесо туго-то крутится рукой так начинаешь крутить он и так туговато короче задевая где там чё так он и колодки тормозят обратно не отходило видать а потом разбирать стал тросики или стал менять потом оказывается правый тросик вообще заклинившие уже не отходил как-то так не плохо ходил так левой нормальный был так все так ну руками так раз расходит хорошо правый них вина вон они тросики и вот один какой-то ходил нормально вот этот заедает а вот это нормально ходит вот этот левый ну тут видно вот здесь вот все перетертое вот здесь мунсу перетертое скал здесь все уже ржавчина тут все под переломанное весел тут у меня сжалый но опять ржавый сейчас я еще это хочу хочу сказать заметил такую как бы ерунду что вот эти тросики они вот видно сверху как такая пленка теперь как капрон какой-то не знаю покрытие короче тросик вот сам железный да и сверху покрыть пленка еще специальный покрытием и он как свободный ход такой большой внутри вот тут ну вот здесь внутри вот так получается он как бы свободно там ходит там такое расстояние большое а на наших тросиках я как все вспомню эти тросики наши вон него была у меня шестерка была раньше это все конец эти тросики на наручник ставишь его его хватает буквально там ну на год от силы всем потом внутри ржавеет весь или чё там не знаю начинает заедать ничего не работает и на этих вот на наших тросиках там нету вот этой вот ну вот это покрытие пластика вот этого там нет а вот здесь вот бы по уму все так сделано как бы ну и на маркете люди вот как бы видать хрен знает ну по идее тоже вот уже мировой опыт это вот все производство таких запчастей тросиков хиросиков у нас додуматься раньше не могли что я не могу понять они как я даже раньше что него у меня было что шестерка потом поначалу делал эти тросики менял потом надоело мне каждый там год менять они все но ну как ну ставишь все опять не работает еще такое а там чтобы поменять тросик на полностью получается собой колес разбирать ступицы там эти барабан тормозной все там разбирать на вытаскивать все тросика и старый новый вставлять как-то даже я еще помню зак прокачивала тросик весь туда это ну как маслом заливал его сверху там как-то не помню как то я шприц так одевал на тросе как-то что ли шланг и туда как будто закачивал шприцом или как-то самотеком не помню такие с того конца уже начало начинал масло вытекать и все равно ненадолго хватило все равно на год хватило там от силы где-то и все такая шляпа тоже но как получается здесь он сверху трос покрытый этой пленкой он не он как бы не ржавеет и он скользит хорошо там внутри он как бы такой вот это покрытие на скользкая такой как бы шук-шук-шук легко то ходит она этих на наших они вот этого покрытия нету но все начинает ржаветь через какое-то время чем начинает там на улице вода все попадает но на наших машинах чего вот нельзя вот такие же тросики здесь вот такие пластмассовые покрытием таким блин какой-то бред вообще не знаю как так вообще вот на сузуки у меня вот это вид гранд витара уже сколько лет вот она получается такого седьмого года машина вот ручник работаете вряд ли там тросе кто-то менял я вот у меня она уже сколько лет лет сколько шесть-семь не больше надо уже тросик вообще работает все идеально может ручник смысле получается колодки стоят вот он 1450 целя вот цилиндрик бошевский поставил ну два процента не сказал еще короче я стал разбирать колодки снял тут сюда но вот это стал снимать колодки смысле я обычно проверяю резинку так отгибаешь как бы там на машине там видно жидкость внутри если вот тут под резинка есть если жидкость есть как бы так отгибаешь и все значит понятно этот уже ну вот эта манжета внутри там пропускает надо цилиндрик уже делать менять или манжеты менять ну такие вот короче на них не найдешь нигде манжет может это и есть хрен его знает там такая еще специальная манжета на такая как ну конусная такая не просто колечко резиновое такое ну круглая допустим и потом короче разобрал так ну снял когда тут там все ржавое такое ну как не все ну как видно что ржавчина вода попала кайта или что откуда взялась так я не понял что и вроде бы я их смазал прошлый раз когда ставил я их тоже это смазывал тут чем-то не помню чему какой-то смазки не видно что-то уже или видеть может мало смазывали а может и не смазывал что-то я не помню точно уже обычно как бы я смазываю всегда вообще так вот эти вот под резинку туда ли то какой-то там смазку какую-то делаешь по идее можно даже куда хотя бы силиконовую смазку но вот и по такую баллонах того силиконовая смазка типа вот такую культу хотя бы туда брызнуть чтоб она там смазка какая-то была на типа горят что такая термостойкая чтоб какая-то была за счет такой ну детки и термостойку вообще во-первых найдешь во вторых что я там езжу на гонках что ли участвую каких-то торможу там постоянно разгоняюсь торможу разгоняюсь торможу что торможу что там все там колодки на разогреваются до красна там чё тут до такого состояния не ездишь обычно так что тут сильно нагреваться вряд ли тут будет тем более не машина не грузовая вот на урале быстрее нагреется там когда на спусках идешь вам где-то зимой ездишь подтормаживает так нагреваются это сильно барабаны тормозные эти колодки все там бывает а тут то не тут вряд ли такое мы возможно мне кажется поржавшие по этой эта манжета ходила и начинала как бы там ну изнашиваться ну короче уже все негодный по-любому на выкидывать так и так даже замена манжет не поможет так скажем принципе можно наждачечкой подшуркать подшкуркать все это дело и нормально опять ну как я так делал вон на урале на урале на уазиках так делал тоже подшкуривал наждачкой и короче купил вот такие бошевские 1525 рублей одна штука стоит один цилиндрик ну хрен знает бошевские типа качестве но в принципе вот такой же по виду вот он ничем не отличается мне кажется а эти вот я менял ну сколько они вот где-то 70000 они вот этот цилиндрик прошел получается что-то быстро как-то мне кажется короче говоря это заменять заменил все нафиг тормозуха чисто риновская прокачал всю систему там сейчас все четко тормозит ручник чётенько сейчас все работает левый цилиндрик который он более-менее такой получше был его оставил так на черный день он еще целый по идее можно было даже он не тек ничего можно было его оставить манжетельки все целые как бы с виду а вот этот выкинуть на переднюю подвеску перетряхнул считая сейчас тормоза вот задние тоже до кучи сделал ну там в принципе вроде все а датчики на дверях поменял тут на правой стороне у меня датчики дверей эти концевики не работали тоже думал сначала проводка там что-то не работает где-то замыкает потом-то рассмотрел там посмотрите мой датчики все заржавели какие-то такие же зеленые стали я новые купил поставил силиконовой смазкой так внутри там все промазал где это фишку да чё внутри резинку там что так подбрызгал силиконом так 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 чё еще интересного рассказать показать рассказать на улице погода чу такая испортилась холодрига стала вот вчера вчера позавчера вот начало холодать сегодня вот что-то прохладно вообще сегодня ездил тут лес подавал и чё там горбыль убирал более холодно вообще 4 а тут ездил еще за лесом вчера тут ездил в губдер за лесом две машины привез мелкий отпуск подбирал что-то не стал ничего снимать по идее можно было поснимать конечно что ты камеру забыл взять с собой можно было принципе там чё там ничего такого интересного нет в принципе как по дороге только нет там что-то поснимать как ехал погода испортилась обещают вообще нафиг дубак ты завтра послезавтра минус того не минус минус плюс три плюс пять плюс три ночи а тут еще недавно видел этого мужика как но деда который он которому не вот и делал тут и аль но на урале ехал проезжал тут мимо него смотрел на машине там что-то становился я остановился тоже подошел спросил как чё как чё он там машина работает не работает как нормально он не нарадуется говорит болен все работает все четко вообще езжу тут не нарадуюсь такой радостный надо тебе еще типа денег дать что-то там с собой я говорю да хватит ты мне и так много дал уже за ремонт он говорит нет все нормально работает это я говорю свечи закидывай что-то ну черным нагаром опять этим он нет говорит нормально все ничего не закидывает вроде все езжу тут вот уже там ездил куда далеко как бы это ну короче нормально не нарадуется сейчас сцепление там что я сделаю шоссе сцепление работает и движок и работает коммутатор карбюратор этом настроился полностью а жиклеры которые стоят тут мне в комментариях там тоже писали про жиклеры там то что вот я обменял жиклеры там ставил больше большой жиклер видимо вот когда этот большой жиклер то постоянно топливный на 150 поставил первой камеры там а там стоял 117 что ли и вот этот 150 видимо поставил он видимо как ну больше не такой как должен быть и он это стал ну как переливать типа и не стал работать как-то ну и на малый как-то плохо работает и когда ну когда вот едешь то вроде бы нормально но видимо тоже как переливает и тоже но видать свечи это чернит еще сильнее по идее короче ну хреново потом он я ему машину то отдал он поездил сколько-то немного то у нас есть день я к нему это пришел я люблю как чё работает чуть не работает он будет негде чё-то как-то плохо вообще не работает нифига как это троитных не это ну как короче никто не заводится вообще сразу же при нем карбюратор разобрал жиклеры поменял опять ну вот тот который который стоял тоже поставил опять 117 уровень подрегулировал там все тупо точнее это все сделал поплавковой камере уровень топлива остальное там все целое там жиклера все там ну все чисто и забыл проверить это там но ускорительном насосе который ну вот когда газ нажимаешь там впрыскивает такой там как ну такая как форсунка такая стоит она впрыскивает бензин там есть регулировочный такой винтик маленький вот эту подачу ускорительного насоса можно регулировать видимо он накручен может ну меньше сделано подачи что ли скорее все потому что когда резко газ даешь он как это начинает глохнуть как на бензина как это не хватает ну как воздух короче воздуха много бензина не хватает и начинает такое как это так как-то не так работать а когда плавно так нажимаешь на газ ну как бы тихонечко медленно как бы так медленнее не не так резко прямо так потихонечку как нормально разгоняется ничего как бы едет ну вот короче нормально езди вроде это ну где-то есть еще это придешь это скажешь что-то может еще там под настроем подрегулируем что-нибудь масло жрет по любому масло движок ты жрет сто процентов поршневая хреновая может как-то кольца закоксовались я вот может как-то думаю но мне кажется скорее всего это ну раннее зажигание как бы вот стояла он может как-то ну трамблер крутил так всяко взад вперед там на глаз просто и на раннем зажигание постоянно как бы может ездил из-за этого как бы детонация какая-то была ну когда раннее зажигание смысле и получается на колечке как удары постоянно поршень там все вот это такие но микроудары такие постоянно считай и они видят как ну изнашиваются может может сломались вообще крен знаю но опять все не могли же сломаться на всех цилиндрах одновременно черт его знает скорее всего просто выработка на и на кольца стала из-за этого как компрессии но хуже как компрессия стала уже хуже все это масло закидывать сложно так гадать короче надо по идее снять двигатель разобрать его посмотреть и тогда будет понятно тут еще хреново на ниве на ней же не разберешь двигателю так ну не снимая двигатель с машин помню шестерка у нас была одна классики там можно снять или вот на переднеприводных вроде тоже там просто подон снимаешь головку снимаешь поршень раз достал там посмотрел все там проверил можно там поменять что-то там поршни кольца там не знаю а тут на ниве так не получится там потому что снизу балка идет этого передней подвески еще редуктор переди там по двигателям просто и тому никак короче не снимешь как то есть я не знаю поднять двигатель не все но неудобно будет не открутишь там ни подлесника а на шестерке помню я делал на классиках на этих на классических машинах на вазах там тоже на при подымать двигатель немножко как-то я помню раньше делал подушку подушки отслабляешь и откручиваешь полностью и чуть-чуть движок так поднимаешь как бы чем-то не помню домкратно или как машину подымал я подставлял там что-то под коробку и опускал машину и это как получается двигатель поднимался кверху и можно было там поддон подлезть уже снять все открутить я вот так разбирал как-то головки снимал там что-то я не помню кольца менял вроде я или что-то такое делал там вкладыши вроде как-то чего-то там ковырял а масляный насос тогда эти ломали маслоприемник как-то один раз не один даже раз раза два ломали помню там на них постоянно где-то в какой-то ну стукнешься об что-то такое тем более раньше он дороги такие были ямы кругом блин то камень какой-то на камень-то у меня бортельник налетал по дороге на по гравийке ехал где-то там по лесу и камень на дороге был думал быть проеду ну такой вроде бы кажется небольшой ну это не уазик же не урал там какой-то раз ну такой вроде небольшой камень а как поддоном короче броней бас только об этот и в поддон удар получается это маслоприемник алюминиевый ломается обычно это но у них болезнь и он как такой кусочек то маленький вот этот маслоприемника такой ну короткий становится и давление хуже уже он как ну захватывает но уровень побольше делаешь масло доливаешь он как бы еще можно ездить сколько-то ну где-то под наклоном где-то встал или что-то там или на поворот в повороте допустим когда ну резко в поворот заходишь он масло перетекает в сторону и начинает все подкладывать воздух и давление лампочки ну короче вот так потом она пока доехал вот так он из леса уже подпортил движок это и потом давление хреновое было на этой машине на движке потом и вклады же то меня все такую разбирал тоже вот это все это его это стоп геморрой это раньше помню это с техникой с этой что это шестерка была у нас что уазик был постоянно что-то ремонтируешь бесперестанно что-то одно другое третье я тренировался вообще это но если вот так рассказать вспомнить эту так сказать молодость постоянно что-то разбирал там ремонтировали вроде много как бы не ездишь ну как ездили постоянно по идее я как отца возил постоянно по работе там где-то куда вперед постоянно мы ездили но уазики в лес ездили тоже такой типа hunter еще был уазик старый такой но первые выпуски вот эти хантеры которые шли но и они не hunter назывались там как-то у них название другое было 31 514 что ли 512 это тентованный вроде бы 114 уже железной крышей такой ну люксовый уазик типа их называли шестерку там это карбюратор я там вообще закрытыми глазами его разбирал собирал разберу соберу что-то не работает а опять по-новому что-то поначалу вот когда ну никогда не знал потом уже понял как чё смысл там в чем дело там и потом уже так раз раз там что-то построил проверил там но там принципе ничего нечему ломаться в карбюраторе бывает вот когда двигатель сапунить начинает и вот этот шланг идет сапуна туда где фильтр и он попадает вот это масло от это но пары вот это с картера они попадают маслянистые вот эти вот и карбюратор сверху вот этим маслом начинают тут вот покрываться жиклера там верхние вот эти воздушные на уазике такая же фигня тоже и вот это масло как а папы какая-то снова попадает немножко фильтра срод не идеально чистить но какая-то грязь пылинки какие-то мелкие там они начинают прилипать к этому маслу и все вот это на начинает облепляться вот этим грязью вот этой вот этой но пылью вот этой вот с маслом и жиклера начинает как бы вот особенно на уазике такая фигня вообще постоянно они верхние жиклера вот эти воздушные ну как проходное сечение диффузора вот этого жиклеров начинает уменьшаться и воздуха начинают попадать меньше топлива получается больше из-за этого как бы это ну смесь как богатая становится начинает жрать бензин вот сколько раз так было потом сверху карбюратор разберешь эти жиклера почистишь промоешь и все поставишь раз опять работает какое-то время там ездишь нормально вроде там 5 так начинает жрать и вот это потом этот сапун просто вот этот шланг выводишь туда на улицу нафиг он тут тут заглушку делаешь вот я на ней ему тоже так же сделал и все и нормально становится ничего не засирается больше и карбюратор там там нечему ломаться в нем там ну я фиг знает что там может ломаться уровень поплавок там бывает а поплавок как-то бывает пробивается но это как за редко тоже и вот короче эти шестерку я помню это больно там всем вдоль и поперек этом все и перебрал и всю 10 раз на этом штанги всякие такие резинки рулевые наконечники эти постоянно они летят там шаровые частенько тоже почему-то ненадолго хватало нижние шаровые вроде бы нижние часто вообще летели верхний как-то так подольше вроде хватало но обычно еще резинки бывает такое фуфло делали тоже резинки эти на пыльниках раньше они кида может дешевые кита этом покупал китов шляпные какие-то в резинке вот эти на пыльниках они все трескались такие но портились и потом шаровой грязь подала накрывалась логан подремонтировал немножко подреставрировал там урал сейчас вот надо будет заниматься сейчас урал начну что-то делать потихоньку одно другое там что-то не знаю пока лето еще ну лето только началось еще как бы это начало самого лета еще вот прохладно опять черемуха засвела опять холодрига может начаться вот она вот сейчас плюс 3 обещают так что говорят вообще может мороз это долбануть и это замерзли бывает вот сколько-то было это частенько так бывает как-то не помню когда последний раз на года два-три назад было такой вот где-то кабачки вот у меня уже росли на грядке хуже такие большие кабачки были где-то ну вот в июне наверное было это дело и мороз короче долбанул все повяли но не все они полностью так ну подморозились так не сильно как бы так потом они это набрали как бы силу все но через какое-то время не полностью как бы замерзли у нас бывает такое что картошка замерзали вот картошка допустим посадили и где в мае там в конце мая к примеру ну вот в июне допустим вот в это время сейчас 10-й так июня там допустим пример 10-я 15-й у неё бывает она уже такая большая становится ну ботва у картошки и вот частенько уже это не один раз такой пример я помню даже был мороз такой хороший это там нулевая температура там минус даже на скорее всего минус 1 то минус 2 такая и все вся картошка это вянет такая ну листья все замерзают это вот сколько раз такое было тут спрашивали еще показать про квартиру как чё-то новых про дом как после ремонта ну два года уже прошло после ремонта так что но я не знаю с тему наверно может это покажу так расскажу чего-нибудь ладно закончу это видео всем все хорошего удачи и до новых встреч